11 лет назад праздник 1 сентября в Беслане обернулся большим горем. Три дня в плену у террористов. Почти 400 погибших, раненых в два раза больше. Половина из них дети. Александр Фетисов, председатель Самарской городской думы, делится впечатлениями о Бесланской школе, в которой он побывал вскоре после трагедии. Мне показывали пол в спортзале. Там все выгорело, а пол нет. А не выгорело, потому что в результате взрыва были убиты и ранены большое количество детей, родителей. И уже обгоревший потолок падал на их тела. Эти ребята из 3-й Самарской школы не помнят события 11-летней давности ни по рассказам, ни из новостей. Но слушают о них с замиранием сердца, а после украдкой вытирают слезы. Я даже, мне слов нет. Не могу сказать. Я просто могу представить себя на их месте. Очень жалко их. В Самарской школе есть стена памяти, которую оформили сами ученики. Ее называют Ангела Беслана. Ежегодно в память о тех событиях в школе проходят баскетбольные матчи, как напоминание, что спортзал не место для трагедии. Подобный поступок не может быть понят и оправдан. Потому что насилие совершено в отношении детей в основном. Это случилось на торжественной линейке захвата школы. В небо улетают 186 шариков. Именно столько детей в Беслане погибли из-за террористов. К каждому шарику прикреплено имя ребенка, который погиб тогда в Беслане. В Самарской школе уже 11 лет вспоминают жертв трагедии маленького городка Беслана, которая потрясла весь мир. Я запускаю в небо последнее имя Саслан Токмаев. Валерия Макарова, Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.